Регулярные тренировки и работа над собой. Эти ребята не знают, что такое поражение. Основной показатель профессионализма тренера – престижность наград, которые берут его ученики на соревнованиях. Все остальное – пустые слова. Эти ребята не любят пустословить. Их утро начинается точно не с кофе. Один взгляд, и по команде наставников в зале начинается полноценная тренировка. Смешанными единоборствами Алан Саидов занимается 10 лет. Главная цель – попасть в промоушен UFC. Недавно он стал еще ближе к мечте – завоевал золото в отборочном турнире и попал в промоушен GFC. Я очень долго к этому стремился. Подготовка была тяжелой. Ну и я очень рад этому. Мне в GFC уже как пойдет полупрофессиональная карьера. Я стремлюсь к лучшему всегда. И хочу попасть в самый лучший промоушен всего мира – это UFC. Эмир Раифов в спорте с самого детства. 10 лет работы над собой и упорных тренировок дали свои плоды. Спорт привел меня отец. Просто попробовать, позаниматься. Потом начал хорошо получаться. Начал выступать на соревнованиях. Уже за 10 лет добился больших результатов. Неоднократный чемпион Крыма по разным видам спорта. По ММА, по боевому самбо, тайскому боксу, а теперь и грэплингу. Эмир прошел отбор в состав сборной Южного федерального округа. И скоро представит его на чемпионате России. ММА не мешает быть женственной. В этом уверена Диана Погасян. Боевыми искусствами начала заниматься недавно. Но успехам юной спортсменки можно позавидовать. Золото предпочитает только в виде медалей. Теперь уже чемпионка ЮФО по грэплингу мечтает попасть в промоушен «Беллатер». Я никого не бью на улице. Я не считаю это правильным показывать свою силу на улице. Это просто дает уверенности в себе. Мне так проще. Я себя увереннее чувствую. Я отвечаю за слова. Такие разные, но похожие в одном. Все трое мечтают добиться таких же высот, как их тренер, обладатель Кубка мира по ММА Энвера Блякимов. Не кнутом, а пряником. Такова позиция наставника. Он уверен, главное направить характер и энергию подопечных в верное русло. Я посмотрел на западных чемпионов. На чемпионов мира, чемпионов UFC. Это все личности. Если я начну их муштровать, это не будут личности, это будут солдаты. Солдаты не бывают чемпионами. Чемпионами бывают только люди, которые думают сами. Крымские спортсмены показали высокий уровень мастерства и уверенно победили всех соперников. Теперь тренировки будут еще серьезнее. Впереди чемпионат России. А значит и новые медали.